Если вам кто-то расскажет о том, что и рыцарь быстро одел броню и поскакал, дайте ему в глаз. 40 минут минимум. Давай, затягивай. Снаряжаться при помощи двух, а то и трех пажей для Тимура вовсе не герцогская облашь, а необходимость самостоятельно надеть 40-килограммовые доспехи невозможно, а пробить можно разве что огнестрельным оружием большого калибра. На улице пехотинец французской кавалерии больше походит на танк, а ведь так когда-то и в самом деле сражались. Нервоз перед сражением немого скрашивает народная музыка. Это подшлемник. Шлем сам по себе держит удар, но если по нему хорошо долбануть, он в ответку долбанет по голове. Вот предохраняет. И все эти вот колбаски дополнительные служат для того, чтобы шлем не приложил тебя. Алибарды, бердыши, топоры, специальные мечи для ближнего боя, длинные двуручные орудия – все это реконструкторы восстанавливают с особой точностью. Считаю, что только так можно понять ощущения наших предков во время битв. За бугуртом, турниром, в ходе которого две группы рыцарей, вооруженных затупленным оружием, сражаются друг против друга, следят дамы сердца. Они, как и воины, одеты в костюмы того времени. Их восстанавливают по выкройкам, дошедшим до нас через энциклопедии и интернет. Вообще, мой наряд на самом деле – это вот платье европейское примерно 13 века. Такие серьги вполне могли отнажать принадлежность к какому-либо знатному роду, где был такой герб или такой символ. А я буду в качестве дамы смотреть, болеть за свою команду, помогать воинам, проодеваться, помочь снять шлем, принести водитель, попить. Неподалеку двуручным мечом тренируется Полина Кленина. Девушка только в июне взялась за оружие, но уже неплохо им управляется. Виновник нового увлечения – родственник, ролевик со стажем. Мне вот отец все время рассказывал, что это так увлекательно, интересно. Мне как-то с самого детства это так интересно было, понравилось. Почему не женское дело? У нас три девушки ходят, и нормально, в принципе. Почему бы и нет? Красиво смотрится, когда девушка с мечом. С мечом у ролевиков особое отношение и особые требования к тем, кто берет его в руки. По правилам исторических реконструкторов трогать голыми руками закаленную часть меча нельзя, поэтому сейчас я нахожусь в перчатках. Это можно делать обычными руками, берясь за рукоять или гарду. Дело в том, что человеческие пальцы оставляют на мече пот, на котором потом проявляется коррозия. По традиции полтора десятка участников боролись как в закрытых, так и в открытых пространствах. Кульминацией стали индивидуальные сражения, одно из которых закончилось нокаутом. Лучшему из них достался меч. В планах у организаторов в следующем году провести первый в области конные бои. Игорь Агинко, Виктор Алифер, Вести, Благовещенск.